О том, что Банджи сделают дополнение для 30-летних, нам рассказали на презентации другого дополнения, Королева Ведьма. И несмотря на то, что за него они также отдельно запросили Шейкелей, после того, как в ролике показали Галахорн, люди стали ждать. Инфы давали немного, просто показали пару наборов брони, сиреневую кофту, Галахорн и всё. Ну а теперь, когда дополнение вышло, многоуважаемые блогеры, вроде меня, поиграли в него и готовы разрядить в ничего не подозревающего зрителя своё мнение, которым, кстати, некоторые из вас интересовались уже во вторник в 8-10, через 10 минут после старта, когда я ещё только недоумевая рассматривал магазинчик ТЭС. В общем, теперь у меня есть кое-какое мнение, и я вам расскажу, что думаю о дополнении к юбилею студии Банджи, и постараюсь ответить на вопросы, которые видел в чате чаще других. Что вообще такое, это ваше дополнение для 30-летних? Ну, это пачка контента, которая в самый нужный момент оказалась в Destiny 2, и принесла горсть контента, вдохновлённым старыми играми студии. Тут и дробовик из марафона высокополигональный, и меч из мифа, который вообще никто не знает на нашей земле, и, конечно же, россыпь оружия из Хейла, которые прятали до самого релиза дополнения, и которым неслабо удивили меня и других игроков, кто хоть как-то с недавних пор интересуется легендарной серией, на которой Банджи сделали себе имя и репутацию шутер-королей. Кстати, про Хейла. Вы же видели, что у меня на канале выходил ролик о новой части, Хейла Инфинит. Обязательно зацените, ведь среди всех новых сетевых шутеров он смотрится наиболее интересным, как мне кажется. А что нужно для комфортной игры в современный шутан? Правильно, высокий FPS и производительный ПК. С этим нам поможет спонсор сегодняшнего видео, производитель игровых компьютеров Hyper PC. Hyper PC точно знает, что игрок хочет от современного компьютера. Возьмём, к примеру, модель Lumen, на которую я сам давненько заглядываюсь. В ней сочетается всё самое лучшее, как со стороны технической начинки, так и с точки зрения дизайна. Внутри яркого корпуса установлено самое передовое железо для игр. К примеру, тут установлены видеокарты 30-й серии. И не мне вам рассказывать, как она сейчас ценится игроками. Ведь именно она обеспечивает исключительную производительность в играх, лучшую картинку и, конечно же, прирост FPS даже на высоких настройках графики. А уж кому, как не нам, фанатам шутеров, знать, что FPS имеет значение. Видеокарты поддерживают новейшие технологии, такие как NVIDIA Reflex, которая снижает задержки системы, повышает отзывчивость в топовых соревновательных играх, в том числе нашей любимой Destiny 2. А другая технология NVIDIA DLSS вообще улучшает производительность в играх благодаря алгоритмам глубокого обучения. Короче, машина будущего, прям из золотого века. И, кстати, специально для вас, мои подписчики, HyperPC сделали промокод скидку. Например, на производительную игровую конфигурацию HyperPC Lumen можно получить скидку от 10 тысяч рублей. Захочешь новенькую периферию? Не вопрос. Скидка распространяется совершенно на всё, что будет в корзине. Хватай промокод и переходи на сайт, всё уже в описании. Несмотря на то, что среди моих знакомых дополнение восприняли в основном позитивным, я не могу не заметить, что в первые дни, особенно в чат на моих стримах, приходили недовольные крестьяне с вилами и говорили, что это очередное разочарование, мол, они ждали другого. Ну, а я всегда отвечаю в таком случае, формула Аршавина. Чего вы ждали такого, что теперь вас так припекло? Вот вам лайфхак, следите, короче, за новостями, читайте блог разработчиков, подписывайтесь на всякие авторитетные сообщества по Destiny и старайтесь понимать, что там вам такое разработчики показывают и продать хотят. Внимательно прям смотрите. Я понимаю, сложно, но как только ты освоишь это ремесло, у тебя точно прокачается скилл Resist к разочарованиям. Совсем, конечно, их избежать не получится, в таком уж мире живём, но как минимум нелепое недоумение на релизе дополнения ты точно задоджишь. И не будешь ждать, что заплатив тысячу рублей за дополнение, тебе сразу при запуске дадут и новые сеты, все, и новые пушки, все, и Голохорн из коллекции забрать сможешь. Про то, что юбилейное дополнение платное, мы ещё поговорим отдельно ближе к концу ролика, мне там есть что сказать. Теперь давайте перейдём к моему любимому вопросу со стримов. Ну чё, стоит брать? Нет, отвечать я на него не собираюсь. Ты взрослый мальчик, девочка или бронтозавр, так что я твои деньги за тебя не зарабатывал, не мне, блогеру с ютуба, их и тратить. Вроде честно. Ну вот что я могу сделать, так это рассказать, как я вижу это дополнение и какие у меня впечатления. А уж на основании того, уважаешь ты моё мнение или нет, ты решишь, что там с покупкой. Во-первых, с обновлением всех игроков, даже тех, кто не заплатил сокровенные шейки или пригласили в новую активность на шестерых игроков. Так, стоп, не то, вот новое. На активности три этапа, с разными заданиями, простыми механиками вроде захвата точек или стрельбы по кристаллам. Всё это конечно же тебе делать не надо, ты можешь просто пострелять по мобам, а остальные всё сделают за тебя, ага. В награду получаем новые пушки из любимых или не очень старых игр Банджи. Главное, что нужно знать об этой активности, мы должны в ней уважить скакуна. Он ржёт, он фыркает, 10 из 10, активность года, поехали дальше. Больше всего мы конечно же ждали нового подземелья, тиски алчности, так оно называется. Ну, что сказать, меня охренеть как пропёрло от того, как Банджи развили концепцию древней пещеры с лутом. Фансервис в чистом виде, кайф нереальный. Вот все эти горсти энграм сыпящиеся из противников и воспоминания нужные будоражат, и в принципе очень приятно работают на то, чтобы у нас там эндорфинчик подскочил, даже несмотря на то, что энграмы эти без лута. Даже историю прикрутили интересную, почти дотягивает до миссии предвестия на Гликоне, которая до сих пор мой личный топ, и когда она уйдёт в корнилище контента, я с обиды игру удалю вообще. Какой-то страж так жаждел лута, что обезумел и вообще потерял всякое здравомыслие. Обложил в себя парой верных друзей, сказал, что он космический пират. Боевой трансгалактический звездолёт за вами прилетит через 4 часа, и мы улетим с вами грабить национальный банк галактики. Там, там миски с баблом, надо 50 триллионов лет вывозить. И в итоге с кресла встать не смог. Так, я не понял, это что за намёки, банджи? Все этапы хороши, всё интересно, особенно битвы с боссами и гоночки. Кстати, гоночки прикрутили прямо как в истребителях прошлого, а вышел данж в день рождения того рейда. Иронично. Только вот этап с прыжками и бросками бомб, это та ещё колыбельная посреди войны. Как я там должен не уснуть, я в душе не чаю. Но когда мы водили людей на стриме за галиком в этот данж, мы реально с другом кукухой уезжали в далёкий отпуск на этом этапе. Ну почему вот нельзя было хотя бы до трёх бросков ограничить прохождение, например. Я уж не говорю про критические баги и вылеты на этом этапе. Короче, ждём за текстурный ловкий пропрыг, чтобы скипать от удовольствия и сразу подниматься к боссу. В целом же подземелье по бабкам отбилось, на мой взгляд. Броня падает, пушки падают, интерес проходить есть, он пока ещё не падает. Всё чётко, главное не превратиться вот в это вот. Зачем всё это? Ради чего? Ради пушечек, корабликов в виде угля, которые оставили в мангале с майских праздничков. И ради костюмов, в честь игры, в которую дети, бегающие тебя в пвп, никогда не играли и вообще... Что то, что это? И казалось бы, ну обычный набор наград, чем тут удивлять-то нас могут разработчики? А тем, что на удивление, практически всё это оружие, из марафона, халло, мифа и первой дестани, конечно, оказались добавленными не ради галочки. Оно и правда неплохо может себя показать и найти своего потребителя, так сказать. Я уже сказал на стримах, что отдельно каждую пушку обсасывать в видосах на 5 на 7 минут не планирую, но может быть минутные видосы и сделаю, так что напишите в комментариях, как там надо такое или нет, а я сам решу. Ну и конечно, Галахорн добавили. Это чистый фансервис для дедов. Молодые не знали всей значимости оружия, а потому на стриме спрашивали, ну чё там такого в нём? Да ничего в нём такого, просто если бы не он, мы бы сына бога насекомых не убили, он бы к нам выяснять отношения не пришёл, сам бы цел остался и никаких рамсов с Саватун сейчас не было. А значит и не надо было бы откладывать с обедов на делюкс за 5к. А так да, ничего такого в Галахорне нет. Вообще, честно, я охерел, как ловко банджи заставили нас фармить всю эту красоту, бесконечно гоняя червя, то есть червивого, для заработка его репутации и открывания цыганских схронов. Ведь я вот в твиттере отшутился, что сразу закину серебром в тез и куплю орнаменты марафона, а оказалось, они только из сундуков за игровой прогресс падают. Ну не, банджи, так дело не пойдёт. В комментах писали, что это донатная помойка, а на деле чё, у меня теперь просто так серебро на оке лежит бесполезное. В общем, всё отлично по наградам, они все до одной интересные, самобытные и их хочется выбивать. Кстати, раз уж мы заговорили про деньги, я встречал массу комментариев, которые на полном серьёзе звучали так. Классное дополнение, если бы не его платность. У меня к вам ответный вопрос, вы там, как вообще? Где найти бесплатные магазины с продуктами и джинсы на халяву? Не, я не понимаю, видать в сообществе куча мажорчиков с неограниченными деньгами папы и мамы, и они не знают, что деньги имеют некую ресурсоёмкость и ценность для тех, кто планирует и выполняет работу. Но не кажется ли вам, что если продукт нравится, то у вас вопросов о том, что за него надо платить, не должно возникать? И нет, у меня совсем нет претензий тем, кто дополнение засрал, сказал, что я за это говно платить не буду. Но эти как раз правы, за говно платить не надо. Но мы же о хорошем контенте говорили. Да, нас не предупредили год назад, что будет ещё одно дополнение, за которое надо заплатить отдельно. И с этой точки зрения, есть, конечно, некоторое разочарование. Но всё же, слава богу, есть издание Королевы Ведьмы с этим дополнением. Выгодно же, её же ты планировал брать наверняка. По факту же, Банжи сделали ход конём. Как я за каламбурью видали. Они в самый долгий и пустой сезон интегрировали ещё один. По большому-то счёту, так. Модель та же самая, сезонный Вендерс Баунти, есть. Гринд Арена на 6 игроков, есть. Особые пушки, тоже есть. Даже новых Экзота 2, как в каждом полноценном сезоне. Просто без сюжета. Но он как бы нам тут и не нужен в данном случае. Так что, для того, чтобы скоротать в игре ещё 2 с лишним месяца до Королевы Ведьмы, это идеальный мув. И я даже приятно удивлён. Признаюсь, сам ожидал меньшего. Так что, давайте выскажу свой вердикт Бенедикт. Я остался доволен дополнением. Награды интересные есть, красивые локации есть. Даже кое-какой контент для стримов и видео нашёлся. Подземелье особенно много значит, учитывая, что мы ждали его 2 года. Так что, да. Лично для меня ДОП отбился по эмоциям 10 раз. До февраля я в нём, конечно, не просижу, но месяцок поформить придётся. Как я и сказал в начале, чего ждал, то и получил. Чувствую себя классно, вам того же советую. Спасибо за просмотр тебе. А вот этим, господам и дамам, жму руку и целую ручки. Вы классные. До связи.